Субтитры делал DimaTorzok 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 проблему качества этих лекарственных препаратов. Дело в том, что при решении любой конкретной ситуации, если это касается учебного занятия, студенты в первую очередь должны всесторонне изучить эту проблему. Для всестороннего изучения этой проблемы необходимо нам с вами знать студентам физические и химические свойства данного препарата, его происхождение, его физико-химические свойства, методы анализа. Из всех существующих методов анализа мы должны отобрать самые оптимальные, и в согласовании с требованием нормативной документации мы должны дать с вами ответ, на каком качественном уровне изготовлены эти лекарственные препараты и дать решение о том, каков лекарственный препарат, соответствует ли требованиям государственного на какие-либо республики Казахстан, хотя не нужная субстанция, и тем самым сделать какие-то выводы. И самое главное в этом, на этом занятии мы должны с вами разобрать, немножко дать время студентам на разбор материала этой темы, да, то есть изучить физические и химические свойства циана когламины. Есть небольшая презентация студентов. Задача преподавателя – заослить их внимание на самых конкретных, которые нужны для решения этой проблемы. Поэтому вот эта проблема должна быть озвучена перед студентами как минимум за неделю. Раз за неделю мы ее озвучили, они уже сами условно поделились на две подгруппы. У нас изучаемых объектов два – субстанция когламина и раствор для инъекций. Мы, значит, группу разделим так и на две подгруппы. Группа, которая занимается нескольной лекарственной формой и группа, которая занимается субстанцией. У нас есть общая презентация всей группы, а потом мы уже поделим на подгруппы для решения проблемы. Да? Пожалуйста, сейчас слово хочу предоставить студентам, чтобы начать изучение материала. Вступили как сообщение о попочных действиях о отсутствии лекарственных средств атоматических и медицинских работах. То есть, лекарственных препаратов у нас являются санкогламина, раствор для инъекций, 5% для децепроцентных, где обуславляют отсутствуют химические свойства и полностью в общем разобраться анкогламина, также и аналоги. Вспомнил многое в истории анкогламины. В 1849 году английский врач Томас Айдисон описал заболевание, главным клиническим проявлением которого была особая форма анемии с натальным исходом. Спустя 23 года исследователь из Германии Хейн Бирнер подробно исследовал данную анемию и назвал ее пермициозной, с латинского, означающей гибелью, опасной. В 1926 году 3-м американским врачам Уильямом Люорфе, Джорджу Уиггл и Джорджу Майнату удалось применить кормление своей печени для его лечения. В 1948 году 2 независимо работающие группы исследователей Рикетса и Семита выделили из печени витамин В12. И лишь только в 1953 году Ходжкин установила химическую форму витамина В12. А лишь в 1973 году американский химик Роберт Бёрнс Гудворд разработал схему полного химического синтеза витамина В12. Витамин В12 для организма обусловлен тем, что он участвует в процессе трансметилирования, обладает выраженным липотропным действием, усиливает иммунитет, участвует в регуляции функций кровотворных органов, необходим для нормального функционирования нервной системы, а также для нормального роста. Но также цианокровой применяется при злокачественном малокровии, различных видов анемии, при лучевой болезни, заболеваниях печени, нервной системы, кожных заболеваниях, а также и других заболеваниях. Суточная потребность данного витамина необходима для мужчин, для женщин и для детей. Суточная потребность для мужчин и женщин составляет 2 микрограмма в сутки, а для детей 1,4 микрограмма. Самый витамин B12 широко распространен в природе. В большинстве случаев встречаются продукты животного происхождения, также в молоке, в твороге, в личном желудке, в земляных частях растений, таких как шпинат и других продуктов. И довольно высокое содержание этого витамина в печени и мягче моллюсков. Самым главным местом накопления витамина B12 является печень. получаем данный витамин полусинтетическим путем, который состоит из двух этапов. Первый это микробиологический, второй химический. То есть микробиологический состоит в том, что здесь применяются микроорганизмы, также бактерии, актиномицеты, такие, например, как септомицез. В данном случае создаются искусственные условия, применяются различные виды средств питательных. После этого микробиологический этап заканчивается и химическим путем добавляется ионокобла, которая повышает синтез витамина B12. Сложная структура цианокобаламина состоит из двух частей. Из кариновой части и нуклеотидной части. Кариновая часть представляет собой три пиралиновых цикла АВС, а также цикла Д, а также пиралинового цикла Д. Все циклы между собой связаны метильной связью. Также эта структура имеет в своем составе радикалы, ионокобольта, который связан с коварентной связью с цианокобой, и с атомами азота трех пиралиновых циклов. Координационная связь между ковартом и атомом азота пиралинового цикла. Также в структуре имеется три ацетамидных радикала в положениях 1, 7, 18, четыре пропионамидных радикала в положениях 3, 8, 13, 17, и 8 битильных радикалов в положениях 1, 5, 7, 12, еще 12, в 15-ом положении и в 17-ом положении. Нуклеотидная часть состоит из 5,6-диметилпенз-имидозола, атом азота пиралинового цикла связан с атомом кобальта координационной связью. Кристаллы или кристаллические порошок темно-красного цвета без сапога гипероскопичен. По растворимости он умеренно и медленно растворил в воде, растворил в 35% спирте, практически нерастворил в эфире, флорофорный, ацетонный. Цианокобаламид включает свою химическую структуру, хромопоры, которая позволяет определить максимум поглощений ВОЭФ и видимой области. Как мы видим, с спектром – максимум поглощения при длине волны 278 мм обусловлена нуклеотидная часть. Во втором – максимум поглощений при длине волны 361 мм обусловлена корьковая часть. Третий – максимум поглощений при длине волны 248 мм видимой области Здесь у нас обусловлено ионовой кобалькой. Здесь у нас представлены ИК-спектры. Они у нас спектр цианокабаламина в метаноле. Ямный аж спектр витамина В12 у нас тут показано в розовом цвете. Генетические способы инвестикации цианокабаламины являются объявления ионокобальта после разрушения структуры с помощью минерализации. Ионокобальт объявляется путем появления красного окрашивания после добавления дипроза и аксоли. Отправление циановой группы проводят после выделения синильной кислоты при добавлении щавелевой кислоты при нагревании. На пробежку ставят фитровая бумагу с моченными растворами инцидина и остатами меди. На фитровой бумаге появляется синяя окрашивания. Вторичная группа по образованию белосоединений и солями черновых металлов. Тротичная амина группа 5 по алкогольным реакциям, цветным и остателям. Остаток опросов не создавляет по выпадению белого аксолического осадка при действии магнодиальной смеси. При выпадении желтого металлистического осадка входит в действии молитата амония, азотно-кислой среде на холоде. Родственной примеси цианокобаламина является псевдокобаламин, которая отличается тем, что в своей структуре вместо бездельно-недозорного цикла имеет пуриновое основание. Препарат обрабатывается смесью кризола и 4,5-стового амблерода в соотношении 1 к 1 и добавляется концентрированная серная кислота. Испытание на частоту по ГР определяет это родственные примеси, где предел содержания должен быть не более 3% и потери в массе превысушивания не более 12%. Основным количеством определений цианокобаламина является метрофиолетовый спектр и метрофотометрия в водных застройках длины волны 361 нанометров. А также есть дополнительные методы, такие как микробиологический метод и атомно-ассерционный метод. Но есть в них недостатки метода микробиологического, то есть он длителен, требует чистой культуры, сложных питательных средств и асептических условий. В медицине применяется 2 аналога цианокобаламина. Это кобамид, структура которого отличается тем, что вместо цианогруппы там находится 5-дезоксиаденин. И оксикобаламин, где вместо цианогруппы находится УАШ-зупа. Антивитамины – это соединение близких к витаминам по химической структуре, но отличающиеся вообще противоположным свойством, биологическим свойством. Антивитамины В12 являются моноамиды, это циклогексиламид, диэтиламид, моноэтаноламид, этилендиамид, диметиламид, фенилэтиламид, метиламид и этиламид. Структурный аналог основания нуклеотидной части витамина В12 – это 2,5-диметилберсимидазол, отличающийся перемещением метильной группы из 6-го положения в положение 2. Витамины группы В12 хранятся в хорошо окупоренной таре, учитывая гигроскопичность, предохраняя от воздействия света и кислорода от воздуха, соблюдая ассетические условия. Они разрушаются от воздействия окислителей и восстановителе в присутствии тяжелых металлов. Водные растворы цианокобаламина устойчивы при pH от 4 до 6. Спасибо. Общая информация по цианокобаламина на этом завершена. Здесь нужно обязательно сказать о том, что препарат получает два этапа – это микробиологический и химический этапы синтеза. Эти этапы говорят о том, что здесь должны быть очень высокие требования к чистоте препарата. Потому что микробиологический путь синтеза обуславливает микробиологическую чистоту этого препарата. Тем более, если мы знаем, что он предназначен будет для инъекции, здесь должны быть особые требования к его чистоте истерилости – 0,1%. И родственные примесения более 3%. Мы также должны знать с вами, что сегодня был приведен аналог витамина В-12, где метильная группа из 7-го положения перемещена в 5-е. Этот аналог витамина В-12 – это антивитамин. Он обладает наоборот… Обратно есть витамина В-12, что и вызывает опасность. Также в мире существует очень много аналогов витамина В-12 по структуре. Если цианокобаламин заменен на метрогруппу – это метрикобаламин. На галогине будет хлоркобаламин, бронкобаламин, да? Также есть аналог витамина В-12, который не имеет нуклеотидной части вообще. Это этиокобаламин, помните? Да. Значит, учитывая, что этот препарат может содержать множество аналогов по структуре, но не обладающих этим основным фармакологическим действием, а иногда даже на противодействие, должны быть очень внимательны при анализе частоты данных препаратов. Значит, сегодня в решении этой проблемы мы, как фармаценты, подошли каким образом? Мы думаем, что вся проблема в анализе частоты в частоте препаратов, да? Поэтому сегодняшние две малые группы, они изучили по сегодняшний день государственные фармакопии, значит, Америки, да? Американские фармакопии УСПИ, британские фармакопии, фармакопии Японии, а также обязательно Китайской народной республики, да? Их требования к чистоте данной лекарственной субстанции. И только в сравнительном аспекте мы можем дать какое-то свое заключение о лекарственной форме, приготовленной на территории нашей республики, да? Поэтому сейчас, так как нам задачи перед подгруппами были даны заранее, чтобы не тратить время на обсуждение этих проблем, эти малые группы вам сразу предоставят те материалы, которые на сегодняшний день уже подготовлены. У вас уже готовы, да? Угу. Согласны, да, члены комиссии? Пожалуйста. Они хотят друг друга проверить на то, как они освоили материалы. У них, оказывается, есть тестовое задание. Я упустила идею. Пожалуйста. Так как мы показали вам презентацию, мы для команды им. ЕЦИ, в данном Кабоин, приготовили свои тесты, а своего счета они нам приготовят тоже свои тесты. Я думаю, что вы не знакомы с взаимодействием, да? Нет, нет, нет. Они уже не готовы. Да. Вообще, мы не готовы искать это. Нет, нет, нет. Чтобы это было. Всё. Всё. Вы откручиваете, да? Да. Первый тур. Я читаю вопрос. Угу. Читаем. Силь реформы циана-кабаламидом органической пике является? Угу. 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 Правильно. Следующий. Хронический гепатит, цирроз печени, кожных заболеваний является? Угу. Угу. Показанием. Мы можем это осудить между собой. Да. Вариан В – показание применения витамина В-12. Правильно. Витамин В-12 не совместим со скарбиновой кислотой и солями тяжелых миталов. так, как происходит кислота, а тяжелый целый, патализатор везде поэтому я уже подчеркнула, да? может это витамин? это точный вариант, а не может? все, витамин D витамин D давайте, наверное, даем а в чем так? эмоксивация на кобамин правильно, не переживайте второй вариант кобамин необходим для нормального кровотворения, то есть способствует созреванию в период правильно суточная потребность витамина B за нас для детей молодцы при употреблении алкоголя и курили потребность витамина кобамине уменьшена да или диаспал начинается это ваша печь? защитная рука защитная рука нажмать неправильно вы отлично думаете вы отлично думаете да сначала сенегардия за качественное образование тромбоэмболии является протилобали витамин B12 помогает преодолевать бессонницу что объясняет все участие цианокобаламина в синтезе бессонниц да ну ответ нет правильно правильно дефицит цианокобаламина может возникать при приеме дефицит цианокобаламина может возникать при приеме можно сразу догадаться начинается поймать бабушек ну а первое все по порядку все наши видят количество определений скобаламина второе специфическое примет цианокобаламина скобаламина витамин группы B12 специфическое учитывая гитароскопичность верно с магноязяем смесь в том же в том же в том же когда в том же Ксид. Кем то есть? А, Флендсфудворд. Правильно. Все? Что такое? Ну, если у вас... Еще есть или все? Ну, разминца немножко вас оживила, да? Что, если надо ожидать? А теперь... В данном случае нам было проведено исследование на субстанцию витамина В12 по государственным промокопеям Республики Казахстан, США, Великобритания, Японии и Китая. Государственная промокопея Республики Казахстан регламентирует следующие показатели качества. Они включают в себя описание, растворимость, идентификацию, удельные показатели вращения, показатели преломления, вязкость, механические включения, потеря массы при высушивании, неорганические анимоны, удельное оптическое вращение, также предусматривает родственные кремиссии, идентифицированные, неидентифицированные, суммарное содержание кремиссий, общую залу, тяжелые металлы, показатели качества раствора, такие как прозрачность, светлая кислотность, стерильность, пирогены и количественное определение. При сравнении с другими государственными фармакопеями, такими как США, Великобритания, Япония и Китая, выявили следующие отличия. Значит, фармакопея США вообще не предусматривает такие показатели, как описание. Вот, как мы видим на слайде, фармакопея США не предусматривает вообще такие параметры, как описание, растворимость. Вот, наша фармакопея Республики Казахстан, Япония, Великобритания и Китай, она предусматривает, но имеются небольшие отличия. Так, в параметре идентификация методом тонкослойной фармакопея также, опять-таки, фармакопея США, она не предусматривает этот метод, а три, а четыре остальные фармакопеи, они имеются, но отличаются между собой, в небольшом. И существенное отличие всех фармакопей является фармакопея Японии. Она на субстанцию цианакобаламина предлагает параметры прозрачность и цветность. Наша же фармакопея и все другие фармакопеи этот показатель они не учитывают. А в потере массы при высушивании количественное определение все эти фармакопеи содержат, но, опять-таки, между собой они отличаются в небольших количествах. И мы подробно остановились в параметре примеси. В связи с решением проблем АКС, то есть конкретной ситуации, нам были поступлены уголовные на рабочие действия эффективности лекарственных средств, и такие рабочие действия как повышение температуры, мы делаем вывод, что в лекарственном препарате есть посторонние примеси и более глубинно изучаем в этих ГФах, которые на ГФ стран мира, это параметры качества, такой, как примеси. В данном случае ГФРК предусматривает определение родственных примесей методом жидкостной хроматографии, где растворительной является смесь раствора метанола и раствора динатра-гидрофосфата соотношением 26,5 к 73,5. В данном случае родственная примесь является как суммарное содержание примесей, и предельное содержание которых по ГФРК не более 3%. Данные параметры данные параметры в ГФ США в ГФ Великобритании и Китае аналогичны. Но есть отличие этого параметра качества примеси таких фармакопейных статей, как в США и Японии. Они предлагают нам, то есть фармакопейные статей с ключом параметры, именно на псевдоцианокабаламид, который, в свою очередь, является идентифицированной примесью, также он является допустимой примесью, предел содержания которых заставляет, в данном случае, в ГФ США это 0,8%, а в ГФ Японии не более 0,1%, что и соответствует определению идентифицированной примеси. Вообще. Также, вследствие того, что псевдоцианокабаламид, имеет пуриновое основание, как было сказано нами, при изучении физико-химических свойств, его определяют с помощью то есть цветной реакции с 5 мл раствора 5 нормальной серной кислоты, сравнивая ее, то есть в качестве эталона мы применяем 0,1 нормальный раствор калиперманганата. То есть эталонный способ, примесь такая? Допустимая, да? Да, допустимая примесь, именно определение эталонного способа. И в связи с этим мы предлагаем решение, следующее решение. Примесь псевдокабаламин почти по всей своей структуре имеет незначительную разницу с самими препаратами, то есть с цианокабаламином, а по химическим и физическим свойствам практически идентичны, это соединение абсолютно не обладает витаминным действием. Считаем, необходимо включить нормативную документацию предприятия производителей субстанций, определение этой примеси в качестве конкретно идентифицированной примеси, как это делают в ГЭФ США, как уже было показано, и ее больную. А также рекомендовать уполномоченному органу в области контроля и качества ЛСРК при сертификации субстанции цианокабаламина производство Китая потребует включить нормативную документацию данным параметрам. У вас все, да? Значит, анализ субстанций по всем фармакопеям разных стран был проведен очень грамотно. Причем здесь необходимо сделать такое небольшое сообщение о том, что фармакопеи некоторых стран иногда не дают даже такие параметры, как описание, и так далее, ссылаясь на то, что эти данные должны давать организация-производитель в своей фармакопейной статье в анальтическом нормативном документе. Поэтому эти вещи они могут опускать. Тем более, что цианокабаламина может описание иметь оттенки разные, от слаборозого до малинового. Поэтому они такие разделы иногда опускают. Потом где-то был еще отпущен какой раздел? Прозрачность. Прозрачность и цветность. Относительно цветности. Наша фармакопея, государственная фармакопея, не регламентирует определение цветности окрашенных субстанций и их растворов. Поэтому в нашей фармакопеиной статье ГФРК ее, наверное, поэтому и нет. Но ее включила японская фармакопея. Видимо, у них есть очень большие возможности с помощью физико-химических методов определить как белизну, так и оттенки различных цветов. Есть даже такой метод определения белизны порошков. То есть белый оттенок может быть же разный, да? Даже эти моменты определяют аналитики Японии и США. Ну и здесь у них, видимо, есть возможности такие физические, что они могут определить оттенки цветов с помощью, наверное, эталонов, да? И что касается, вот, есть жалобы на повышение температуры тела, да? Как вы думаете, псевдокобламент имеет оглашение температуры тела? Здесь можно быть. Здесь о чем вы должны были говорить? Обязательно микробиологическую чистоту. У них нет, да? Поэтому в вашем решении обязательно надо было включить микробиологическую чистоту. А пирогены есть у нас? Или бактериальные эндотоксины? В китайской организации? Нет. Тоже нет. Но об этом, наверное, будут говорить инъекционная форма. Хорошо? Поехали дальше. Цветность, серийность, пирогенность, pH, родственные примеси, извлекаемый объем, аномальная токсичность, механические включения и количественное применение. Проанализируя фармакопейные статьи Республики Казахстан, Японии, США и анальтическо-нормативного документа производителя PitaFanRK, мы выявили, что ГФРК не включает монографию на раствор цианокобаламина для инъекции. Поэтому отсутствует? Да. Отсутствует. Значит, фармакопейные данные растворы цианокобаламина для инъекции включают, фармакопейные статьи производителя включают такие параметры, как описание, регламентируют такое же качество и Японии в США на отсутствии. То есть, видимо, не опустили. Также есть показатель идентификации, где регламентируется во всех трех статьях, прозрачность. Регламентируется только в производителях. В Японии и США эти параметры отсутствуют. Также VitaFanRK включает механические включения, и Япония и США не имеют таких параметров. PH регламентируется во всех фармакопейных статьях. Примеси регламентируют только VitaFanRK. Посторонние примеси не более 4%. Номинальный объем не регламентируют только GF США. Так, стерильность, где этот показатель включен только в фармакопейную статью производителя. Там же включена и стерильность, и бактериальные эндотоксины, и пирогенность. Кстати, GF США тоже включает такой параметр, как бактериальные эндотоксины. И количественные определения включены во всех статьях стран мира. Ну так как здесь опущены данные параметры, видимо эти статьи, то есть странно ссылаются на фармакопейные статьи самого производителя лекарственного средства. Изучить все эти примеси и хотим внести такое изменение, как дополнительный параметр для инъекции, это идентифицированная примесь псевдокобаламина. При этом, так как максимум поглощения для псевдокобаламина и цианокобаламина имеют сходное значение длинного года, то предлагаем определять псевдокобаламин с помощью дифференцированных методами ЯМЭ, масс-спектрометрии или высокоэффективной жидкостной хроматографии, при этом используя стандартный образец от поставщика субстанции. Также хотелось бы порекомендовать производителю Витапарм, что в его требованиях включает и бактериальную эндотоксин, и пирогенность. Упыта методы являются очень объемными, тудаемкими, и можно было бы включить только один показатель качества. в случае определения примесей псевдокобаламина должна быть как идентифицированная примесь. мы с вами знаем, что примеси бывают трех видов идентифицированная, неидентифицированная и суммарное содержание примесей. Пожалуйста, кто из вас скажет, что мы называем идентифицированными примесей? Какие примеси могут быть идентифицированы? Конкретная и высокотоксичная примесь. Т.е. это примесь, которая конкретно используется его название. Значит, если название его уже известен, значит, известен метод его анализа. Если он токсичен, то обязательно указывается предел, если допустимое, предел допустимого содержания, а если это высокотоксичная примесь, то он не должен допустить. Это дефицированная примесь, имеющая токсичное название. Любой производитель-поставщик вместе с лекарственной субстанцией или с лекарственной формой должен поставить в нашу страну стандартные образцы этих примесей, чтобы мы могли их использовать в своем анализе, так? А что мы относим к неидентифицированным примесям? В тех случаях, когда мы исследуем неконкретную примесь, она является малотоксичной, но также может попасть в процессы технологий, но не является полупродуктами синтеза, или полупродуктом разложения. То есть вы хотите сказать, что из единственной примеси это продукт синтеза может быть или же продукт его разложения, который нам известен с точки зрения химических свойств от аппарата и факторов погружающей среды. А не дефицированная, нетоксичная, но она посторонняя примесь. Да. Это посторонняя примесь. Она не может быть ни продуктом синтеза, ни продуктом разложения. Она не токсичная, а малотоксичная. Она может появиться в препарате в процессе нарушения технологического процесса, в получении производства. Это не идентифицированные примеси. Сюда же их можно в суммарном содержании примесей. А каково их содержание? Не более 3% должно быть в сумме. То есть те фармакопеи, которые предлагают просто так родственные примеси, они сколько требуют? Не более 3-4%? Разные фармакопеи по разному подошли к сумме. А к псевдокоголамину все фармакопеи в общем допускают не более 0,1%. Теперь при анализе лекарственной формы для инъекции. Бактериальные эндокорсины и пирогены фирмы Витрофарм оба параграфа изучают. Оба метода микробиологические. Фармакопея ГФРК наша рекомендует определение той или иной, иного показать, или бактериальные эндокорсины, или же пирогены. То есть один из них можно спокойно осуществить и не делать этого, да? Не терять время. А что касается, другие из параметров у нас были, помните, как, это же дозированная лекарственная форма? Да. Однородное содержание микрофона, что нуклеотидная часть является, она венцинодозорная, метроцитлическая, да? Да. Заменить ее на куриновую, специально эту примесь никто не добавляет. Так как мы получаем из природных источников, куриновые основания есть в живой клетке, как человека, животных, так и микроорганизмов. Куриновые, пилимидиновые основания – это обязательная структура любого млекопитающего, но и микроорганизмов тоже. Поэтому куриновое основание может опасть в структуру цианакабаламина не специально, не случайно. Оно может быть просто естественным условием микробиологической среды синтеза. Поэтому это соединение, оно не опасно, но оно фарматологически не активно. Цвет псевдокабаламина такой же, как у цианакабаламина, да? Структура практически очень похожа, да? Потом все коев спетры, спетры в микрокрасной области, в видимой области идентично совпадают. То есть разницы физических, химических свойств практически нет. Единственное, но псевдокабаламин не обладает хронологическими действиями. И при нескрупулезном отношении, чистоте субстанции и микроорганизмов формулы, псевдокабаламин запросто может быть вместо цианакабаламина. Поэтому этот препарат не может не оказать своего хронологического действия. И я думаю, что принятие ваших решений обеих групп очень правильнее. И сообща решение от двоих групп, значит мы что можем предложить? Для соответствующих выполненочных формул, потребовать с производителя субстанции, да? Включить параметры, да? Включить параметры. В армакопея на статье в армакологическом армакологическом документе Параметры определения псевдокабаламина и микроорганизмов. И микроорганизмов. И чистоты. Самые нужные параметы чистоты для того, чтобы препарат был безопасным и эффективен. И в начале занятия немножко упустел тот момент, что конкретную ситуацию мы берем режим, как мы уже говорили, да? И предоставить мы студентам можем в виде видеоролика, в виде какого-то документа, отчетной документации, в виде отрывков из фильмов художественных или документальных фильмов, да? А также в виде вот таких вот карточек. Студенты ее видели. Описывается ситуация в каждой карточке. Значит, на нашей карточке разработанной металлической рекламы мы подносим студентам при анализе препаратов того единого раздела. Особенно это очень полезно при контроле знаний студентов, на рубежном контроле. Я хочу сегодня группу поблагодарить, потому что я давала просто основные направления, как подойти к этой проблеме. Группа готовилась сама. Я их презентацию, их материалы, можно считать, не смотрела. И сейчас мы сели, обсудили, что у нас есть на руках, что мы можем предложить и так далее. Поэтому большое спасибо тебе. Группа очень хорошая, активная, инициативная. Одной из самых основных задач анализа конкретной ситуации является не только изучение всесторонней данной ситуации и принятие какого-то решения. Это решение должно приниматься на основе коллективных мыслительных деятельностей. То есть студент должен уметь взаимодействовать друг с другом, выслушать чье-то мнение, согласиться с ним, или если он не согласен обосновать свои несогласия, и принять общее, оптимальное, правильное решение в любой конкретной ситуации. Поэтому вам спасибо. Я думаю, что всю группу я могу оценить на хорошо, отлично. Да, Люсь? Да. Согласны, Люсь? Да. Пожалуйста. На этом наше занятие, можно сказать, закончено. Вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, мнение преподавателей, у кого какое. Можно где-то допустила ошибку, обношенность. Нам это тоже интересно. Оно предложение, какое вы бы хотели видеть на занятии, чтобы было бы полезно включить. Три пользы и одно предложение от вас. Можно одним словом, одним предложением, одной строчкой. Да. И, пожалуйста, студенты, вы тоже, вам тоже. То, что вы изделили для себя полезного, да? Что вы уже, да, вам осталось только получить диплом. Ну, чуть-чуть совсем. Вот. Вы себя показывали сегодня не только как фармхиники. Вы сегодня вспомнили и технологию, да? Ну, а если технология и нормирующие документы, это и организация. То есть, сегодня на занятии вы говорили не только о фармхинии. Вы показали себя как стоящие специалисты. Вы и фармакологию вспомнили, да. То есть, все дисциплины были задействованы. Вы себя показали как знающие специалисты. Вы логически выстроили, да, свою линию выступления. Вы доказали, не просто сказали где-то там. Списать это можно все, да, видеть можно. Извините, если я хорошо владею компьютером. Я только информацию накопаю. Но вы именно высказали свое мнение. Вот. Это очень приятно. И, как вот, Сауля Кутымон может спокойно... Я тоже. Потому что тоже. Я могу спокойно... Я на самом деле, я горжусь с вами, что у меня есть такие студенты. Когда... Алла Владимировна слушала, да. Тоже у вас на открытом занятии по технологии была. Говорит, интересно так много и вот, ну и казахские группы и так далее. Сегодня она вас посмотрела уже с другой стороны, да. И я вот всегда, ну как фармацент, я сейчас сижу и думаю, неужели мы тоже в свое время вот столько учили и столько много говорили. Неужели у нас столько знаний в голове? Вот. Поэтому, спасибо вам большое. Сауля Кутымоновой. Мне понравилось, что вы, вы как направляете, дополняете. Вот на самом деле. Хорошо должно быть. Вот. Пойдем. Мы, что мы вам обязательно обязательно рассматриваем. Активизация студентов, а препятствия только направляет на ОМЕСТИ. Спасибо вам большое. Спасибо. Если вы написали, вы свободны. Да. Студент первый. Отсутствующий? Нет, отсутствующий. Рассматриваем. Да. Хороший. Все в чем я садилась, да? Да, все. Ага, все. 알." Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно было смотреть нашу гордость, что действительно научить таких студентов. У нас какие студенты уже как то, что не репетируют. Да. А вот сейчас сами побольше верить. Да, молодцы. Это надо было показать нам на 3-4 минуты. Это надо было показать нам на 3-4 минуты. Ничего у нас был в видеороле. Все? Спасибо. Спасибо вам. Продолжение следует...